Всем доброго дня! Сегодня мы продолжаем экскурс по эмэйским традиционным боевым направлениям. Это уже третья часть, посвященная этой теме. И мы снова обращаемся к книге Алексея Маслова «Боевая добродетель». Продолжаем чтение и обсуждение. Рассказывают, что знаменитый военачальник и основатель династии Сун, знаток боевых искусств Джао Куанин, предпочитал заниматься шаолиньским красным кулаком – Хун Чуань. Однако он внес туда столько изменений и новшеств, что образовался новый стиль – Джао Мэнь Чуань, названный в память о великом воине. Иногда именовался «Красные врата» – Хун Мэнь. Фактически стиль Джао Мэнь – это слегка трансформированный шаолиньский красный кулак. Один из трех знаменитых мастеров красного кулака – Хун Чуань, путешествуя по Китаю, взял себе ученики молодого человека из провинции Ганьсу по национальности Хуэйца – Джан Тань Фу. Последний, по завершению учебы, поселился в Сычуане и долгое время сам никого не обучал. Но однажды, решив, что его искусство не должно погибнуть вместе с ним, он взял ученики Ма Хайдзе. В 1875 году они открыли одну из самых крупных школ красного кулака в уезде Пэн Сянь, которая по традиции называлась «Навес боевых искусств» – Упэн. Через некоторое время Джан Тань Фу умер, а Ма Хайдзе на несколько лет ушел от людей, совершенствуя свой стиль. Прежде всего он ввел в красный кулак удары и блоки ногами, что вообще было не характерно для сычуанских стилей. Затем разработал более сложную систему передвижения и обхода противника. Закончив свой труд, Ма Хайдзе открыл школу в городе Чэнду. Однажды, проезжая по рынку, рядом с которым находилась школа Ма Хайдзе, некий императорский военачальник обратил внимание на сравнительно молодого бойца, великолепно работавшего ногами. «Так это и есть боец по прозвищу «Чудесная нога», – догадался военачальник и тут же предложил Ма преподавать его искусство инструкторам в цинской армии. Ма Хайдзе не стал отказываться, но по преданию свой истинный стиль показал лишь немногим ученикам школы и не открыл секретов ни одному из профессиональных воинов. Уже после смерти «Чудесной ноги» его стиль назвали в память об императоре Джао Куанэйни, который не имел прямого отношения к этой школе в Урфу. Здесь хотелось бы немного остановиться и обсудить вот этот вот момент неполного раскрытия отдельных принципов боевого искусства, которое, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве, ну, наверное, все-таки на мировом пространстве в определенное время переросло в целый ряд легенд, которые, как бы, говорили о том, что есть масса таких потаенных, сакральных каких-то школ боевых искусств, которые принципиально не занимаются обучением не только западного человека, но и даже там как-то и в Китае не особенно преподаются кому попало, да, и что есть там какие-то секретные техники волшебные и прочее подобное. Вот эта сакрализация, конечно, строит колоссальные барьеры перед теми, кто только пытается как-то найти себя в боевых искусствах, как-то сориентироваться в этом поле и так далее. Возникает ощущение, что то, что доступно нам, это все какие-то поверхностные такие знания и умения, а вот настоящее что-то скрыто, вот так, что все это является каким-то тайным, все это требует какого-то специального посвящения даже и так далее. Но вот, братцы, это все далеко не так, никакой сакрализации здесь нет. Просто есть школы, которые в силу объективных, чаще всего исторических причин стали популярны сначала внутри Китая, а потом и во всем мире. Так, в частности, было с большим количеством боевых направлений, которые мы сейчас знаем, как Тунбэй. Так было с Хунгаром или Хунтер, так было с Винчон, ну и так далее. Но есть ряд боевых направлений, которые не настолько популярны внутри Китая и не слишком известны за его пределами, не потому, что они чем-то хуже и не не потому, что они чем-то лучше. Просто в силу чисто исторических причин, в силу решения одного мастера или другого мастера, эти боевые направления не получили такого широкого распространения. Но еще раз повторю, они не хуже и не лучше, чем другие боевые направления. Они имеют свою специфику, они решают те же задачи, но по-другому, другими средствами, имеют другой арсенал, имеют другие возможности и так далее. Вот в частности, в предыдущих видео, посвященных Эмэй Шуань, мы с вами говорили о том, в принципе, как много в этом Эмэйском кулаке есть боевых направлений, уделяющих внимание работе руками. И сейчас вот видим, как в одном из Эмэйских направлений, вот в этом красном кулаке Хунг Шуань, возникает больше тяготения к работе ногами. В этом смысле красный кулак немножечко отличается от, например, от Хуо Лунг Шуань, о котором мы говорили в первой части, посвященной Эмэйским боевым направлениям. Хотя Хуо Лунг тоже работают ногами достаточно плотно, много, но это другая специфика, это другой подход. И если, например, тот же Хуо Лунг Шуань в силу объективных исторических причин стал более-менее известным и по-своему популярным, пусть и не таким популярным, ну, например, как тот же Хунг Шуань, то вот этот красный кулак, ну, наверное, он где-то менее популярен сейчас, менее известен, хотя он не является каким-то совсем скрытым, тотально таким локализованным и так далее. И подобные тенденции такого нераспространения боевого какого-то направления мы наблюдали еще раньше, когда мы говорили о других еще традиционных китайских боевых искусствах. Когда мы говорили, например, о том, что окинавские боевые направления, часть их, была сформирована, ну, например, одним традиционным китайским боевым искусством, корни которого утеряны на сегодняшний день, да? То есть такая история вполне характерна вообще для боевых искусств и не только для боевых, конечно, искусств, для разных направлений человеческой мысли и человеческих изысканий. И в этом смысле понятие традиции, которое зачастую неверно приписывается боевым искусствам китайским, вот это понятие традиции здесь не срабатывает. Нет пустого, какого-то архаичного подхода к тому, что традицию надо сохранять любыми средствами. В Китае этого нет. В боевых искусствах, по крайней мере, этого нет. Боевые искусства могут рождаться, жить и умирать. И если какой-то из мастеров, единственный, например, представитель своей школы, не найдет достойного ученика, это боевое искусство вполне может умереть. И наоборот, если возникнет какая-то объективная причина для распространения этого боевого искусства, для его популяризации, то, естественно, боевое искусство становится популярным. Как это было, например, в период подготовки боксерских восстаний, так называемых, когда вращающемуся кулаку Фанзи Цшуань обучалось большое количество людей, когда формировались разные направления под общим названием Хунгар или Хунджа. И эти боевые направления получали довольно широкое распространение, потому что большое количество людей обучалось этим боевым искусствам. Но продолжим. Третий большой стиль восьми листьев связывают с именем знаменитого китайского полководца Йоэфэя. Родившись в простой крестьянской семье, он в 19 лет пошел на воинскую службу и сразу же проявил себя как бесстрашный боец. Он якобы и создал школу Йоэфэя, Йоэмэнь, арсенал которой был сравнительно невелик, но позволял безоружному защищаться даже от меча и пики. Это достигалось за счет низких устойчивых позиций и быстрой работы руками. Считают, что самому Йоэфэю принадлежит наставление о круговых ударах кулаком, не описав дугу, не нанесев удара. В школах этого стиля у алтаря обычно располагается портрет Йоэфэя, перед которым совершаются поклонения, выжигают благовония и сжигаются жертвенные бумажные деньги. Здесь хотел бы снова остановиться и обратить ваше внимание на то, что вопреки измышлениям людей, далеких от боевых искусств, мы видим, что целый ряд таких боевых направлений традиционных формировался буквально в боевых, батальных, в том числе реалиях. И мы видим, что, например, одно из боевых направлений, Йоэмэнь, о котором мы сейчас говорили, формировалось таким образом, чтобы безоружный человек мог сражаться против вооруженного. Это лишний раз говорит о том, что люди, утверждающие в силу своей некомпетентности, что традиционные боевые искусства какие-то нерабочие, что эти люди, в общем-то, неправы. И для того, чтобы убедиться в своей правоте или неправоте, им, наверное, следовало бы поработать с бойцами, с представителями боевых искусств, прежде чем утверждать какие-то явные глупости. И, кстати, здесь было еще упоминание о низких позициях, о низких шагах. Дело в том, что сейчас, конечно, в силу развития спорта существует общее представление о том, что низкие позиции, низкие шаги – это какой-то архаизм. Но в спортивных реалиях это так. Там не нужны низкие позиции, потому что правила определенным образом влияют на действия бойцов. И когда речь идет не о поражении насмерть, не о нанесении явного ущерба здоровью оппонента и так далее, вы вынуждены действовать таким образом, чтобы ваши удары за очки или пусть даже за условное поражение, чтобы эти удары достигали, во-первых, безопасных зон, во-вторых, очень часто просто на касание, когда опять мы говорим об очках каких-то, или о том, чтобы на время условно отвлечь противника, выполнить бросок и добивание, как это, например, мы наблюдаем в спортивном карате. В этом смысле цели перед спортсменом стоят совершенно другие, чем перед бойцом. Именно поэтому в спорте вот эти вот низкие позиции вообще не нужны. Но в боевых искусствах есть масса направлений, которые используют очень низкие шаги. Идем дальше. Четвертый большой стиль – Ду Мэнь – не имеет столь красочной истории, как предыдущие. Зато подготовка бойцов здесь сложнее и эффективнее. Стиль был создан выходцем из провинции Дзянь-Си Ду Гуанинь, который в 40-х годах XVIII века переехал в Сычуань. Он отказался от изучения комплексов, считая их непригодными для отработки прикладных аспектов лошоу. Ду Гуанинь назвал свой стиль вратами естественности – Цежаньмэнь, и построил его на изучении восьми захватов и болевых замков – Цинна. Здесь еще раз остановлюсь. Вопреки опять расхожему мнению людей далеких от боевых искусств, как мы уже говорили, есть боевые направления, в которых нет Тау, нет Таулу. И это лишний раз подтверждает, что роль Таулу, во-первых, не во всех боевых направлениях является какой-то ведущей, важной и так далее. Во-вторых, мы уже с вами говорили о том, что есть боевые направления, в которых Таулу буквально выражают основные тенденции работы с противником, есть боевые направления, в которых Таулу выражают отдельные принципы, которые еще надо развить и несколько переработать для боевой практики. И, наконец, есть боевые направления, в которых отсутствует Таулу вообще. Вот одним из этих примеров выступают боевые направления Цежаньмэнь. Читаем дальше. Чтобы их применить, ну, в смысле, применить захваты и боевые замки, вот эти цена, используют 10 способов сближения с противником и особая методика захвата запястья нападающих. Для отработки захватов Ду Гуанинь и его последователи создали систему отработки захвата и тренировки силы пальцев. В течение первых нескольких месяцев ученики отжимаются на пальцах, наносят ими удары в мешок с песком, затем переходят к методике конопляного шнура, вырабатывая навык ловить руку соперника, выполняя круговые движения, двойные и тройные блоки одной рукой. На последнем этапе используется тренажер-столб из сена, в центре которого находится бревно. К нему приделывались палки на разных уровнях, руки и ноги. Некое подобие традиционного снаряда, называемого деревянным человеком. В стиле Ду Гуанинь этот снаряд называется «Столб травяного дракона» и может вращаться в разные стороны. Здесь еще немножечко ненадолго остановимся. И, во-первых, хотел обратить внимание на фразу, вырабатывая навык, ловить руку соперника, выполняя круговые движения, двойные и тройные блоки одной рукой. Это вот очень важный момент. Это по поводу того, что постспортсмены, например, считают защитой какие-то статичные достаточно положения рук. Вот для традиционных китайских боевых искусств это далеко не так. Статичное положение является мертвым. И только в динамике выражается тот или иной способ защиты. Как я уже говорил, одной рукой можно защитить вообще все тело. Но только в динамике. Поэтому, когда вы видите спарринги представителей боевых искусств, нередко вы вообще не видите вот этих статичных позиций рук. Иногда видите в каких-то боевых направлениях, ну, например, в лапмановском венчу. Иногда не видите, как это, например, выглядит фанзитшуань. Потому что, еще раз, защита осуществляется в динамике. Статичное положение рук вообще никак нигде не применимо в подобных боевых направлениях. Идем дальше. Техника ценная стиля Думэнь перекочевала в эклиптическое направление эмэйского вушу, нацеленного исключительно на бой с полным контактом. Эмэй саньда. Сейчас оно включает помимо ударов 31 базовый захват с болевым замком и 14 бросков. Система захватов в Эмэй Пай рассчитана на наиболее слабые сочленения сухожилия. Запястья, пальцы, шею, чуть реже локтевые и коленные суставы, ахиллесово сухожилия. Всего существует 17 видов цинна. Например, давление на суставы против их естественного сгиба, выкручивание суставов, выкручивание с одновременным давлением, выкручивание с вытягиванием захваченной конечности на себя, растягивание суставов до их разрыва, щипки и зажимы болезненных точек, в том числе тех, которые соотносятся с питью внутренними органами, нажатие на болевые точки, замки на плечевой, коленной, локтевой суставы и другие. Перед захватом боец наносит отвлекающий удар и лишь затем проводит залом или бросок. Здесь действительно перечислим целый ряд принципов цинна. Не все, но тем не менее, действительно цинна разных направлений имеют примерно одинаковые принципы. И как видим, MAPI в том числе впитал в себя такие виды взаимодействия с противником, как цинна. И все это благодаря стилю, о котором мы сейчас говорим, думаем. На этом предлагаю пока закончить. И нас ждет еще следующая, четвертая часть, где мы будем с вами говорить об MAPI. А я вам желаю хороших тренировок. И не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам, обозначенным внизу. Там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Также не забываем переходить на плейлисты этого канала для того, чтобы лучше сориентироваться в тех темах, связанных с боевыми искусствами, которые вас интересуют. И до следующих видео.